Доброго всем дня! Мы продолжаем здесь у меня на кухне. Вы сейчас как будто бы у меня в гостях. На самом деле сегодняшняя тема такая, очень, я бы сказал, нестандартная и для меня, и для вас скорее всего. Я решил, что же будет, если я проанализирую продуктовую таблицу МРОД, кто не знает минимальный размер оплаты труда, который предлагает нам, ну кто-то, да, кто ее придумал, вот эту корзину. Походил по магазинам здесь в Москве, не самые дорогие, но и не ездил, не искал по одному продукту в самых-самых дешевых. Я взял средний сегмент супермаркета, еще раз повторюсь, недорогой. При этом вот у меня получилось, что на одного человека я имею вот такой набор продуктов, который сейчас у меня прямо здесь. Ну что, начнем, значит, креативить, потому что кроме как слова креатив, у меня больше ничего не подходит существенного в голову. Значит, я буду готовить два с половиной блюда. Первое, значит, из них будет вот какое. И здесь у меня продукты на одного взрослого работающего человека на один день. Все, вот тут у меня фасоль консервированная. Безусловно, в магазине я искал продукты, конечно же, максимально дешевые. Ну, то есть, была фасоль по 170 рублей, да, я купил, по-моему, чуть ли не по 45. Значит, мясо по 310, но я все это, это все мы дадим. Значит, начнем с овощей тогда. Значит, овощной рагу. Овощной рагу будем делать таким образом. Картофель просто-напросто я нарежу вот такой вот соломкой. У них соломки брусочек, ну, как захотите. Сразу же ставлю сюда кастрюлю. Маленький кусочек лука я его нарежу так, чтобы есть потом удобно было, чтобы у нас тоже такие перья огромные не встречались. Все кубиком раз. И масло. Масло растительное отсюда. Прямо у меня я его специально отвешивал. Ну, как всегда, сначала лук. Что у нас? Никаких овощей. Никаких овощных блюд без лука не обходится. И тут же картошку. Морковку я предпочитаю натереть на терке, потому что так удобнее будет вот в этом, во всем овощном рагу. И вот таблицу, да, я смотрю, которая была создана уже на 1 января 2021 года, там, с поправками с какими-то. Кто-то что-то принимает, как-то это все кто-то придумывает. Типа вот комиссия пришла такая, типа, ребят, вот сколько нужно денег, чтобы не сдохнуть? Давайте 15 тысяч. Не, 15 многовато. Ты что, на 15 это как король живешь? Да, то есть это как-то так, наверное, происходит. Типа давайте 10 там. Во, ну 10 более-менее. А кто меньше? Может кто-нибудь прожить на меньшее количество. Конечно, Москва такой довольно дорогой город с точки зрения продуктов. Хотя у меня вот большой опыт поездок по регионам. Я хочу вам сказать, что масса продуктов стоит столько же в регионах, как и в Москве. Я это в Красноярске вижу. В Новосибирске не берем. Это вообще гламурный город. Екатеринбург, это города крупные очень. Так вот, отдельным пунктом выведена картошка. Все-таки Петр Первый возлагал надежду на картошку. Вот мы, так сказать, и подтверждаем. Все наше пищевое гастрономическое общество. Оп. Морковочку сюда. Часть масла я оставляю для свинины. Здесь довольно так прилично получилось овощей. С точки зрения, вернее так, овощей неприлично мало, но масла еще меньше. Поэтому на этот объем, конечно, я бы долил чуть больше. Но здесь все мы должны. Все, теперь осталось что нам. Смесь специй. Ну, некую я универсальную, потому что раз говорят про специи. Это некая универсальная специя, которую добавляю сюда для того, чтобы хоть как-то пригламурить, так сказать, простое блюдо. Сливки. Сливки, не смотрите на то, что они у меня густые. Это вообще 20%. Они у разных производителей. У одних там жидкие, у других густые. Я не знаю, от чего это зависит. Но вижу, что 200 мл, которые положены, ну, в рамках, скажем, вот этого дневного молочного пакета. Молока и молочных продуктов на взрослому человеку полагается 800 мл. Поэтому я вижу, что это многовато. Поэтому я сюда добавляю буквально, наверное, 100 мл, не более. Это можно, если вы берете 33% сливки. Но, скорее всего, никто не будет брать, потому что они дорогие, да? Все ориентируются 20-10 вот на такой промежуток. И обязательно, раз у нас там вся эта сливочная тема, то мы еще можем все это ароматизировать стебельками. Стебельки глупо выбрасывать, если мы экономим. Если у нас нету возможности, скажем, покупать много зелени, да? То тогда давайте поступать рационально. Рационально это и в ресторанах присутствует такая тема. Если повар считает, что можно обрабатывать стебельки, то почему нет? Да, давайте вот так вот сделаем. Посмотрим, что из этого получится. Стебельки укропа и петрушки очень-очень мелко нарезаются. Они дадут травяной свой аромат. Принципиально интересный и вкусный. Ну, потому что, что зачем мы будем выбрасывать то, что вообще съедобно. Все это сюда. Сюда я добавляю кипяченую воду. Ну, в зависимости от того, сколько мне нужно. Чтобы масса вся у меня хорошенечко протушилась. Так, для этой части у меня практически... А, соль, соль. Я же соль не добавил. И соль. Обязательно, потому что процесс приготовления должен быть с солью. Иначе, как говорят у нас профессора гастрономии. Что же вы, кто же, кто же вас так учил-то? Солить-то в конце бульон надо, да? Это у меня больная тема, поэтому сто раз отмерь, один отъешь. Вернее, наоборот, отпей, один отъешь. Все. Оставляем тушиться картошку до готовности. Если вы туда нальете много воды, получится неплохой овощной такой сливочный суп. Добавьте разные специи, и у вас каждый день разный суп. Сливок меньше, сливок больше. Понимаете, ну, как бы здесь есть куда развернуться-то творческому человеку. Отставляю это все на медленный огонь. А сюда ставлю сковородку. Сюда ставлю сковородку и разогреваю духовку. Сразу же включаю, потому что у меня еще по плану гренки с сыром. Которые, кстати, хороши и холодные. Вот такое количество мяса. Я взял свинину, потому что она дешевле, чем говядина. И я взял гуляш. То есть то, что не идет в цельные куски, в красивые. Все остальное режется. Это обрезь, которая идет, ну, там я взял, кстати, по 300 рублей. 160 граммов. Вот это то количество мяса, которое полагается человеку взрослому. Значит, понятно, что если 300 рублей стоит свинина, а курица стоит 150, то можно в принципе... Нет, по 150 не было в моем магазинчике, она была по 200. Хорошо. Ну, на 30% больше можно взять курицы, но с костями. И, соответственно, там, видите, везде подвох свой определенный. Здесь мякоть, там кости. Здесь у вас 100% продукта, который вы купили, идет в приготовление пищи. А там придется часть отрезать, выкидывать, наваривать. Хотя многие рестораны, знаете, что делают? Делают жжу. Кости варят, 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 варят. Куриные. Потом берут их в пресс, выжимают вот этот костяной сок. Мы же любим куриные кости обсосать, погрызть сачок этот. Выжимают, потом уваривают, делают соусы на этой основе. Если я у себя такие буду штуки показывать, вы там помрете со скуки, когда либо будет понятно, либо это будет долго, вернее, непонятно, либо это будет долго. Мясо лучше порезать помельче, ну, для того, чтобы просто чуть быстрее оно сварилось. Да, ну, сварилось. Оно в итоге же будет вариться. Что делаем? Мясо в сковородку. Чуть-чуть добавляем масло. Сразу же режем лук. Сразу же его сюда отправляем. Чеснок. Давайте маленький зубчик я отправлю потом, позже, в картошку. Или нет, давайте все в мясо, раз уж. В чем мы будем одни и те же ингредиенты, одни варить, другие жарить, да? Все-таки я планировал, что это будет два совершенно различных блюда, которые можно есть вместе, которые можно ставить на стол и так далее. Соль. И специи, просто белый перец, ой, черный перец. А вот то, о чем я говорил. Остатки масла. Вот они нам пригодились полностью. И часть чеснока уходит в самом начале. А потом добьем по вкусу. Дальше смотрите, что делаем. Сливочное масло, которое у нас должно было быть в корзине, оно у нас вот есть тут, да? 20 граммов. Отправляем сюда к свинине. И добавляем сюда муку. Но опять же, мы понимаем, да, что 30 граммов муки, это довольно много для одного блюда. Поэтому здесь достаточно будет, наверное, одной чайной ложки. Знаете, полторы чуть-чуть. Наверное, граммов 10 я туда отправил. А вот эту часть, это можно смешать со сливками. Взять одно яйцо, наверное, да? Напечь еще оладушек с каким-нибудь вкусом, например. Добавить туда много молотой зиры. У вас будут такие пряные оладушки, которые, кстати, могут быть прекрасно себя чувствовать на столе. У меня есть фасоль. Фасоль у меня консервированная. И поэтому я ее не стал добавлять вот сюда раньше времени. Я специально выбрал фасоль с томатом. Ну, в томатном соусе, скажем так. Потому что можно было в собственном соку. Я прикинул, думаю, раз у вас по бабкам все ограничено, значит, надо выжать из этого по максимуму. Кстати, странным образом, фасоль в собственном соку и в томатном соусе стоит одинаково. Я удивился этому, думаю, ну ладно. Раз так, значит, пусть будет так. Сама фасоль пойдет в рагу. В рагу звучит как. Сама фасоль пойдет в рагу. Все, теперь добиваем это водицей колодезной. И все перемешиваем. Все, мука затягивает соус. Получается такой некий гуляшик из свинины, который ставим на медленный огонь и тушим. Да, сливки, конечно, решают все. Можно было сюда налить молока, но, возможно, не хватило бы картофельного крахмала для того, чтобы все это затянуть. Поэтому я все-таки сделал ставку на сливки. Во всяком случае, это не очень взаимозаменяемо, потому что, скажем так, в блюде мы не понимаем, да, сливки были использованы или молоко. Но сливки всегда можно разбавить и сделать молочный суп. Ну, то есть смешать с водой. А вот молоко упарить до густого состояния уже тяжело. Поэтому я чаще у себя держу, скажем, сливки, а молоко периодически докупаю, оно портится быстро, а сливки довольно долго хранятся. Смотрите, почему вы там, кто-то задаст вопрос, типа, зачем два блюда, и там есть вода, и там есть вода. Вкуснее. Да, это пипец как вкусно. Реально вкусно. Все, соли чуть-чуть больше. Все, соус вот этот томатный, остатки там я туда сейчас отправлю. Фасоль сюда, потому что, как я уже сказал, фасоль варить больше тут особо не надо. Да, и банку не забудьте. В банке остается очень много всяких томатных вкусных вещиц. Я всегда от тушенки, от... Вот то, что прилипает, обязательно. Все промываю, чтобы вкусно было. Дальше у нас идет вот какая схема. Есть несколько вариантов. У меня получилось, я взял самый дешевый хлеб. 100 граммов, вот у нас два куска, и здесь можно поступить так. Два куска мы можем прям запечь, скажем так, с сыром. Если в день у нас получается молочных продуктов, и сыр входит к молочным продуктам, получается на день 800 граммов. Я взял 100 граммов сыра, 200 граммов сливок, и больше ничего из молочных не брал. И я считаю, что оно в этом состоянии, это эквивалент. Потому что мы же понимаем, что мы можем не брать все 800 граммов. Мы можем там потом сделать какой-нибудь молочный пудинг с манкой, например, если мы берем крупы и много молока, и так далее. Поэтому в этом случае 100 граммов сыра, это вот оказывается не так уж и мало. Да, я думал, что из второго кусочка можно меленькие гренки пожарить, да? Чеснок-то вроде как у нас есть. А вот масла-то у нас нет. Поэтому будет 4 бутерброда с сыром. Два из которых будут без запекания. Специи и чай, короче, я посчитал так. Они идут в одной категории. 3 грамма в день. Сегодня ты 1 грамм специй и 2 грамма чая. На завтра ты можешь 3 грамма чая, но специи тогда не использовать. Ну, то есть вот такая тема. Специи и чай прям почему-то очень мало. Видимо, потому что это дорого. Да, просто потому что не несет калорийную нагрузку. Может быть, просто водой. Типа пейте воду. Вода из-под крана. Вообще бесплатная. Как это бесплатная? Ну, в смысле, да, я имел в виду платная. Я, правда, не считал, сколько литр воды стоит. Немножко добавлю чили, раз у нас еще лимит специй не исчерпан. Тут сколько? Тут даже полграмма не будет на все эти три бутерброда. Ну, пусть будут пикантными бутерброди эти. Не все едят чили, поэтому это моя личная прерогатива. Использовать этот элемент. Алимент. И у меня даже целый кусок сыра остался. Это 12 граммов сыра от 100. Можно в процессе съесть или добавить в оладушки. Все, зелень взял на бор там. За 12 рублей, по-моему, или за 24. Петрушка, лук, укроп. Вынул отсюда 5 граммов зелени, полагающуюся норму, на человека в день. Ставлю бутерброды в духовку. Смотрим, что у нас происходит с мясом. С мясом у нас тут все хорошо. Получается довольно густая, приятная такая по цвету и вкусу подливка. О, столовкой пахнет, столовкой пахнет. С гуляши свинины. Пойдем. Чуточку мне нужно. Видите, вода рулит. Добавил раз, больше подливы. Выбарил, меньше подливы. А, лаврушку, лаврушку. Сори, ребят. Как моя любимая приправа. Алиса, да, да, да. Твоя тоже любимая приправа? Оп. Вот теперь чесночок в самом конце. И все это перемешиваем. Закрываем крышечкой. И отставляем. Сыр, кстати, остатки можно в картофаноманию. Вот просто взять и закинуть вот сюда. Оп. Туда пуговка. Пуговка, ты пришла. Что, вкусно пахнет? Скажи, папка, жаришь всякие рулеты, котлеты? Невкусно пахнет. Омрот вкусно пахнет. Еда привычная, понятная, недорогая, да? Получается, гуляш из свинины. В следующий раз это может быть жаркое. В следующий раз это может быть одна котлетка. Если вы туда ничего добавлять больше не будете. Если забьете овощами, то можете совместить, например, у меня на канале есть куриные котлетки, да? Которые недорогие. Мы тоже там по себе супроходились чуть-чуть. Можно их сделать. Тоже войдет туда овощную составляющую. Сильно-сильно прям сделать. Свинина так не завяжется с капустой. Так, теперь мы имеем с овощной рагу, с фасолью и сливками. Войдет, не войдет, войдет, не войдет. Должна войти. О! Чуть-чуть не входит. Тарелка маленькая. Все. Не буду экспериментировать. Была-не была. И бутерброды. Съесть, скажем, в один прием вот это все попробовать. И потом во второй, конечно, мы так не делаем. Ну, делаем, но не всегда. Поэтому, с одной стороны, я рекомендовал бы два бутербродика оставить с гулешом. Два бутербродика оставить с овощным рагу. Тут уже вам решать, что на обед, на ужин. И, в принципе, из той муки и сливок, которые осталось, если добавить еще одно яйцо, например, можно сделать несколько оладушек, которые пошли бы на завтрак. Плюс чай, да? Ребята, это пипец, как мало. Ну, вернее, как? Это не мало. Это не разнообразно, как мы привыкли. Ну, как многие привыкли. Но я знаю, что есть люди, которые прям... Ну, хлеб, сыр, чё, съедобно. Перчик остренький. Раз, такой пекан издает. Чистый столовский гуляш. Вообще, вот прям вкус муки и томата. Можно обжарить мясо. На том, что осталось от поджарки, обжарить муку с маслом, да, сделать подливу отдельно. Мясо отдельно. С фасолью, как я уже сказал, можно и его в салате какой-то намутить. Ну, сливки решают всё. Что говорить? Это всё вкусно. Я не говорю, что это невкусно. Просто, конечно, я такое не готовлю. Очень редко для себя, да. Но это очень съедобно. Вот это даже вегетарианцам пойдёт. Ну, кто молочку ест. Лак-то, вегетарианцы. Как представлю себя вегетарианец такой. Живёт нам рот. Такой, я вегетарианец. Братан, поешь ты нормальной калорийной еды? Не-не-не, я вот буду картошку есть одну. Там как раз отдельная графа под неё. Смех и грех. В общем, что я хочу сказать. Значит, имея желание, тут можно покрутить. Менять мясо, менять консервы, добавлять крупы, менять хлеб, да, брать. Разные дешёвые виды хлеба бывают. Сыр брать или не брать? Вот в чём вопрос. Картофан. Жареный, варёный, пареный. Котлетки из картошки. Кнельки с мукой из картошки. Суп с картофельными ньоками. Звучит, да, по-гламурному. А это на самом деле самая дешёвая еда. Ну, итальянцы молодцы, да, продвинули. Мука, картофельное пиро. Чё-то сливок, воды размешали. Оп! Сливочки кипнули. Туда бросили, отварили. Получился молочный суп с картофельными ньоками. Соль, перец, немножко зелени. Огонь. То есть, здесь есть, где развернуться. Не вот так, конечно, я же. Вот так. Но не знаю, как на это можно жить, но тут, конечно, надо мозг включать сильно-сильно. Мы будем периодически эту рубрику как бы вести, да? Я буду делать иногда блюда вот такие вот по мрот, для того, чтобы, во-первых, свой мозг развивать. Ну, засыхает, да, на крабах и на... На перьях из попы совы мозг засыхает, понимаете? Жируемся тут, Москва. Вот. Спасибо, что посмотрели ролик. Пока. Я надеюсь, у всех всё будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...